подойти или не подойти ну если подойти вроде будет как-то банально обычно может так начинали не раз они подойти как-то и совесть не позволяет все-таки главный символ города ну ладно сделаем так вот издалека чтобы вы просто как бы поняли про что я говорю а я собственно говоря чтобы в очередной раз с ней засветиться это белая невесточка и город который собственно говоря назван честь нее келенджик в новом выпуске южанина старый добрый город-курорт только уже не летом и даже не в преддверии высокого сезона напротив в преддверии межсезонья уже сейчас совсем скоро новый год уже и сегодня мы поговорим сколько стоит здесь отдохнуть стоит ли сюда приезжать на новый год и куда пойти если вы все-таки решили променять свой сибирский уральский или южный не приморский город и приехать сюда посмотреть на эту красоту это южанин геленджик поехали идешь-идешь-идешь вокруг красота вокруг ахи-охи это скумпия когда же вы все-таки закончите уже купание ну в принципе красиво в принципе тепло пока еще а что делать там вода чистый мы ни разу не отравились а это на курортах нашей любимой страны вот прям очень важно вот буквально метров 50 и одно черное море за 50 тысяч блин что-то дорого так взяли 2800 и говорю ого ого вы могли бы в краснодаре две взять нужно себя заставить и зимой тоже приехать сюда геленджик хорош в любое время года но сейчас осенью тут очень классно его красивая почти идеальной овальной формы бухта блещет невероятно чистыми волнами а сверху над курортом высится поклонный крест мы поднимались туда однажды 1500 рублей стоит билет на канатку и через 15 минут болтанием ножками над пропастью вы оказываетесь на вершине морковского хребта это та самая гора которая виднеется из любой точки города и вот пройдя сотню метров мимо надписи геленджик на склоне вы сможете максимально близко приблизиться к высоченному поклонному кресту все-таки курортные города волшебные у них какая-то невероятная особенность влюблять в себя туристов и многие приехав сюда летом возвращаются в межсезонье чтобы прочувствовать город на все сто процентов нет летом тут конечно очень круто но народу шум цикады опять же на каждой ветке орут свои песни а сейчас сейчас курорт живет своей обычной жизнью кафешки рестораны большинстве своем закрываются на зимовку народ уже не щеголяет в бикини по городу хотя туристов городе еще прям очень немало снимаем про геленджик подскажите пожалуйста а вы местная жительница или вы приехали сюда на отдых меня зовут сергей южанин вас как зовут настенька геленджик межсезонье а что в нем хорошего то погода прекрасно не скучно нет мы же месяц тут даже уезжать не охота а если а если говорить чем заняться то здесь вот допустим сейчас смотрят люди такие думают ну в принципе красиво в принципе тепло пока еще а что делать то мы сходили в парк в сафари парк завтра собираемся в олимп парк ездили в абрау дюрсов новороссийск гуляли по набережной в принципе все локации здесь которые есть мы все обошли за месяц наверное вы не жалеете что вы приехали сюда я только радуюсь каждый год нет мы первый раз здесь собираемся еще в марте месяц приехать если вот не секрет за какую сумму сняли квартиру 50 тысяч что за район же кайзам рудный горд это центр где-то здесь называется где красный талк район а но это практически возле набережной поэтому вы спокойно прогулся 50 тысяч 50 тысяч однушка как называется нет не однушка евро-двушка да нормально прям цена такая прям евро ремонта вот друзья мои понимаете вот когда нужно собственно говоря приезжать на курорты краснодарского края когда многие отсюда уезжают цены относительно падают вы нас откуда с какого города раменска это подмосковье если сравнивать с подмосковьем продукты питания ну вот какие то вот не знаю там пиво воды где выше мы ходим в столовую есть не пьем поэтому сказать не могу да вот столовый цен как у нас продукты мы здесь принципе не покупаем я отдыхаю здесь о подготовке и мы желаем вам классного отдыха чтобы все у вас было замечательно смотрите себе на южане спасибо большое спасибо пока пока друзья мои вот видите на самом деле в принципе я даже не ожидал что так близко к набережной а чтобы вы понимали красная талка это да вот практически как я сейчас стою вот вот буквально метров 50 и она черное море за 50 тысяч это здорово это здорово и это еще один из тех вот вариантов которые я бы хотел предложить вам мужчины смотрите вы можете во первых отправить своих вот при к свою прекрасную половинку с детем вы поработаете ударно они классно отдохнут скажет вам спасибо вот ну или вы сможете отправить своих родителей отблагодарить их за то что они вам собственно говоря дали за всю жизнь и просто подарить им несколько дней или недель отдыха в межсезонье в геленджике знаете что я здесь нашел я здесь нашел отель в котором есть классный бассейн подогреваемый в котором который расположен недалеко от моря 4 звезды так вот этот отель сейчас объявил акцию до конца декабря вы сможете забронировать для пенсионера ну или если вы пенсионер забронировать номер от трех ночей полный пансион в подарок вы представляете по системе практически все включено если для других действий только система завтра включен то российским пенсионерам нашим любимым мамам и папам дедушкам и бабушкам здесь собственно говоря дарит отель вот такую услугу то есть все практически включено я почитал отзывы кормят вкусно почему я не даю ссылку и на него и не говорю потому что это будет реклама во первых как бы я его как бы прочел это в интернете и поэтому я предлагаю если вы захотите узнать и бы самостоятельно проверить напишите мне в социальные сети телеграмм вконтакте вот я вам с удовольствием сброшу ссылочку но на эту информацию и вы сможете сами все забронировать узнать в общем друзья мои геленджик как-то радует своим подходом к отдыхающим есть у наших курортных городов одна проблема которая не проходит с завершением высокого сезона даже в межсезонье период низкого сезона припарковаться в центре популярных местах но практически невозможно мы ездили по городу где-то минут наверное 15 в этой только части его чтобы найти место для того чтобы остановиться а что тут вы новогодние праздники а готовьтесь поиску платных гарантированных парковок пойдем погуляем город-курорт и надеяться что здесь будет прям дешево хоть и зима не стоит про цены на отдых мы еще поговорим сейчас о хлебе насущном точнее про овощи и фрукты снимаю просто про геленджик прям вот это вот хочется показать прям зрителям как бы и сколько 60 рублей до стоит картошечка а лучок то 6 и огурцы 150 краснодаре 280 а на рынке сколько но и помидоры у вас езда подойти а помидоры по поскольку по 100 что ли до 250 розовый редиска 150 гранат мандарины хурма виноград и даже зимний арбуз друзья мои если вот так сказать то в принципе цены плюс-минус такие как в городе если честно я ожидал совсем пустой город во-первых сезон закончился во вторых до периода новогодних праздников еще долго но это геленджик он хорош и притягателен в любое время года глядя на всю эту осеннюю красоту еще пока не понимаешь каким будет геленджик в новый год в празднике а украшают его очень хорошо чтобы понимали в моем личном топе красиво украшенных к новому году городов этот занимает одно из лидирующих мест ну пожалуй только сочи но сочи мало кто может поспорить в общем геленджик украшают прям всем на зависть елка красивая вот эти всякие вот разные ленты все там что-то мигает сверкает елочные всякие возможные ярмарки и продуктовые фестивали тут тоже есть десятки тысяч туристов приезжают сюда именно в этот период период новогодних праздников и нисколько не жалеют но сейчас пока духа нового года не ощущается не видно пока вся еще вот это вот осенняя яркая красота и народу народу пока тоже прям знаете достаточно сейчас день будний не выходной и вы посмотрите сколько людей здесь если вам захочется отдохнуть даже в межсезонье от людей если не захочется вот этой всей толпы всего этого шума поезжайте знаете куда поезжайте джанход иди сюда иди сюда друзья мои знаете где мы встретили этого рыжего красавца практически у самой набережной джанкота буквально ну сколько но может быть месяцев пять назад мы здесь были и здесь было такое это я веду по количеству людей здесь было красиво и менее людно чем во всех остальных пунктах нашего предыдущего турне сейчас послушайте так и слышно как кто-то где так далеко говорит и топает в общем это идеальное место для знаете такого настоящего культурного отдыха вы здесь можете приехать просто отдохнуть вот на миллион процентов от всякого вот вашего мегаполиса да даже от геленджика возьмите с собой какой-нибудь любимый томик вашего любимого писателя и просто по две-три странички под аккомпанемент волн до сопровождении с тепленьким кофе чаем глинтвейном ну или может быть чем-то другим гуляйте 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 впитывайте себя в этот прекрасный вкусный воздух межсезонья больше здесь делать нечего а больше ничего и не надо все-таки повторю мы-то с вами находимся уже практически на пороге декабря новый год не за горами и рассмотреть это место для брони мало здесь конечно отеля ну какого-нибудь гостевого дома я думаю можно найти на новогоднюю ночь или новогодние праздники чтобы отдохнуть от всего и от всех это самый лучший вариант ну а если вам повезет то вы сможете еще и погулять по прекрасным окрестностям включая голубую бездну пойдет туда посмотрим но пока немного погуляем здесь по территории джанход меня удивил летом я был здесь в этом году первый раз его компактность уют и красота меня сразу покорили плюс тут есть дом музей писателя владимира галактионовича короленко даже если вам не нравится прогуливаться по залам и погружаться в историю тут есть на что посмотреть невероятной красоты природа вокруг и само здание музея все прекрасно сюда можно просто прийти для того чтобы уединиться в своих мыслях почитать книгу отдохнуть от шума и суеты сейчас межсезонье и сам джанход его пляж ротонда над морем все идеально подходит для отдыха душой чтобы почти никого рядом только вы и море скажите пожалуйста вы отдыхаете здесь или живете а можно вот буквально два три вопроса что делать здесь вот в маленьком я даже не побоюсь этого очень очень таком провинциальном джанхоте сейчас не в сезон мы здесь первый раз но гулять по лесу очевидно здесь очень красиво вот природа первое впечатление первое впечатление тишина да воздух запах моря вот здесь вот чувствуется например там дальше не чувствуется а здесь запах моря что-то уже успели вокруг ее посетить какие-то мы только подъехали и только припарковались новороссийск геленджик мы были вот на голубой бездне только что вот мы туда обязательно сегодня поедем с вами посмотрим что же там такого что там такое там невероятно красиво вам обязательно нужно туда съездить вот наши зрители думают ну черноморское побережье оно же прекрасно лето правда шумно а вот в межсезонье вот может быть вы вы где-то в городе остановились или в красный краснодара едете в городе геленджике геленджике можно вот буквально вот вот ваше мнение по поводу его доступности в межсезонье насколько город доступный по ценам мы наоборот любим приезжать сюда межсезонье как раз когда нету толпы нету людей нету жары вот и здесь абсолютно комфортно тихо уютно можно куда угодно собственно говоря попасть вот рестораны геленджике уровне москва вот так вот да и ну я не знаю каждый у каждого свой бюджет и поэтому сложно да кому-то что-то рекомендовать но рестораны на любой мне кажется карман есть и отели отели сустика но точно также есть хорошие отели пятизвездочные ну то есть никак раньше только вот эти вот одни сплошные гостевые дома и какой-то один вечно забитый там пятерка однако нет нет геленджик очень хорошо развивается последние годы вот и и нам нравится сюда приезжать повторюсь особенно зимой и осенью когда здесь никого нет и чисто очень связи с этим потому что вот и самое главное наконец таки вы сможете сможете увидеть по-настоящему чистую геленджикскую бухту а тоже сезон там не поймешь что там вообще там все вот это вот спасибо вам больше вокруг геленджика есть открытое море не только обязательно в бухту и если вы хотите узнать в будущем сезоне чем заняться посмотрите наши выпуски которые мы снимали про самое чистое море мы снимали и джан ход летом тоже спасибо вам большое это южанин во всех социальных сетях спасибо вам большое всего доброго было бы глупо отказаться от идеи добавить красок в эту и синеплатиновую картинку а за ними за красками нужно спуститься в бездну иду я значит смотрю я значит на красоту всю эту окружающую и только предполагаю а стоит ли спуститься туда самую собственно говоря голубую бездну о здрасте стоит или нет стоит однозначно он стоит в майке весь такой мокрый аж поэтому я после даже куртку думаю если я еще и в куртке пойду вообще истеку тяжело или нет не очень давай вот так вот представим на секундочку что допустим с пожилыми людьми вот да пошли почему бы нет я так понимаю нужны будут остановочки небольшие до небольшие остановочки но как бы можно спуститься прямо в самую низку почему бы нет прям именно к воде для чего ощутить красоту этот пейзаж это неимоверное ощущение неимоверные такие эмоции которые испытать можно только там друзья мои это же вам очередное доказательство того что нужно себя заставить и зимой тоже приехать сюда потому что там ничего такого прям вот сверх такого какого-то скользкого нет 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 ничего там есть ступеньки есть и корни там где можно наступать спокойно проходить как бы ну вот мы с дочкой ходили туда обратно я так понимаю вы не местный нет я с московской области у меня дочка с новороссийской как бы ну вот теперь вот самое главное что сюда-то приехали отдыхать пока в отпуске ну и как он межсезонный геленджик честно сказать красота неописуемая красота сейчас получается красочный лес все красочное море тоже красочное очень-очень красиво друзья на самом деле геленджик и его преград большой геленджик так называемый это красота в любое время года потому что конечно сейчас буквально пару-тройку недель вся эта красная красота спадет но останутся же они вечно зеленые сосенки и всякие разные пихты и прочее 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 вечно зеленые растения которые будут вас радовать в общем мы пойдем попробуем посмотрим каково это вот ну а вам спасибо большое смотрите себя на южание все счастливо до свидания до свидания как только отходишь собственно говоря от дороги метров 30 попадаешь сразу вот в такой волшебный лес и вот такую широченную дорогу она идет именно туда куда вам нужно поэтому вы не заблудитесь если не будете пытаться как-то сократить путь потому что во первых это опасно бывают очень крутые спуски ну и во-вторых зачем это делать если вы приезжаете на отдых если вы хотите по-настоящему отдохнуть просто идите просто дышите слушайте пение птиц да они здесь есть даже зимой ну и собственно говоря любуйтесь окружающей красотой порой встречаются вот такие перекрестки и тут самое главное не ошибиться и не свернуть в ненужном направлении вернее тут все направления красивые пейзажи потрясающие но нам нужно куда там где голубая бездна я вам рекомендую обратите внимание на свой навигатор возьмите обязательно собой заряженный телефон ну и просто смотрите даже при условии что здесь нет вообще никакой связи навигатор на удивление работает и он показывает что нам нужно идти прямо до следующего перекрестка и тогда точно придем по назначению если же вы свернем здесь то придем прямиком джан-код друзья мои друзья мои если вы думаете да что же это за красная такая прекрасная красота вокруг это скумпия та самая знаменитая ради которой фотографы специально приезжают в причерноморское предгорье чтобы сделать невероятные снимки она такая яркая такая красная ну вообще мне кажется сейчас здесь собраны все просто цвета радуги величественно такие сосны далеко еще идти но интересно красиво смотровые площадки красивые идти где-нибудь но по 700 метров шлагбаум пройдете после шлагбаума будет огромное дерево и там сразу вниз эти тропиночки а вот тяжело или нет нет вы же будете на уровне если вы захотите спуститься это уже другой разговор это где-то придется на четырех а я так понимаю что вы местная жительница то есть для вас голубая бездна это как бы ну такое я даже туда не захожу я гуляю по горе и обратно а что еще делать здесь межсезонье мы снимаем геленджик межсезонье это южанин вот хотелось бы узнать вот у вас как у местной жительницы я гуляю по морю я езжу в джанхот потом на скалу парус ну и каждый день здесь прогуливаюсь а что еще можно делать я вчера приехала из крыма друзья мои дело в том что надо что делать если вы живете на побережье конечно путешествовать если вы приезжаете сюда позимовать тоже путешествовать потому что в принципе побережье нашего родное черное море начиная от грубо говоря западного берега крыма до абхазии ну можно за один день добраться хоть туда хоть туда вот понимаете тут самое главное было бы желанием для вас как для местной жительницы геленджик в межсезонье он становится чуть дешевле когда уезжают туристы или у него всегда высокие цены вы знаете единственный плюс который мало жителей а я пять лет здесь живу вообще сибирячка из сибири и пять лет здесь и как бы для меня межсезонье это вот прямо крылья распустил и полетел лучше чем любое лето разве все ваши августа это для вас тем более я сейчас еду в джанхот там поплаваю море сегодня спокойное хорошее вода еще не остыла она вот я перед тем как ехать в крым вода была по моему 17 18 то есть комфортная но сейчас я думаю может быть градусов 16 то есть и море спокойное ваш главный совет людям которые живут в сибири и может быть даже не для того чтобы они сюда переехали а вот совет для отдыха и времени как бы препровождение в межсезонье да такой красотой посмотрите скумпия какая цветет у меня просто вот глаза прямо из орбит выскакивает это вот настолько красиво настолько живописно и долго а у вас уже наверняка снег да у нас уже снег у нас уже снег соседка мы его не звали и не ждали я говорю а природа нас не спрашивает конечно она живет по своим законам и все а какой с какого региона новосибирск друзья мои прекрасного жителей прекрасного новосибирска также екатеринбуржцы и прочие прочие самарцы уральцы и челябинцы в общем приезжайте на юг россии в межсезона а весной или вот зимой 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 вот смотрите давайте вспомним январь что здесь делать в январе да я не спорю шторма шторма но когда шторма заканчивается начинается солнце это же как новый день и не так холодно вот что не говорите не так холодно это вам все-таки не минус 30 сибирские морозы нету практически нету если снежок бывает летит он даже не долетая не долетая до земли тает ну идеально спасибо вам большое мы пойдем смотреть все таки в ту сторону на бездну красиво сегодня солнечно будут вот просто вот завораживающие моменты поэтому дождитесь все увидите спасибо большое до свидания не хочется ее прерывать друзья мои в этом красивом месте настолько все очаровывает что уже у меня кажется там пару гигабайт памяти телефона точно занята вот однотипными но очень яркими красивыми кадрами и при этом даже вот такая вот мутная лужа блин посмотрите что что творит а какие можно сюда отсюда вывести просто потрясающее видео фото и самое главное эмоции и воспоминания друзья мои приезжайте межсезонье на курорты краснодарского края крыма путешествуйте по нашей любимой стране даже там где нет моря красиво везде я уверен главное главное замечать эту красоту а а и у и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорога практически трасса Идешь, 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 вокруг красота Вокруг ахи-охи, повторю Миллионы, мне кажется, уже фотографий И в итоге вот Вот она, наша конечная точка Вернее, конечная точка нашего Вот этого путешествия В бездну Почему бездна? Да вы посмотрите, какой цвет Умора Субтитры создавал DimaTorzok Друзья мои, насколько это головокружительная В прямом смысле слова красота Да, я очень-очень боюсь высоты Оперевшись на этот Могучий ствол сосны Чувствую ее Такую, знаете, энергетику И просто всеми Клеточками своего тела Впитываю Во-первых, этот свежайший воздух Да, здесь прохладнее, чем когда мы шли по лесу Но все-таки как бы С моря дует Ну, вот эти вот практически сырные такие скалы Чистейшее море Сюда надо приходить Просто сидеть Отдыхать Просто слушать Отдаленный шепот волн И просто любоваться Открывающейся панорамой Там вдалеке И Новороссийск виднеется И, конечно же, красавец Геленджик Но лучше всего Попытаться от всего этого Знаете, так вот Просто отречься И как будто ты Где-то в невероятном месте Ну, какие Мальдивы-то все мои Ну, какая, не знаю, заграница Когда у нас есть такая красота Спуститься в бездну я не решился Слишком крутой утес Не для короткой прогулки Но к морю я все-таки подошел Вернувшись на пляж Жанхота Ух ты Ну, я вам скажу так Не самая холодная вода Которую я, собственно говоря Трогал, щупал В этом году Мне кажется Холодней был июнь Июнь И те самые кадры Из Архипа Осиповки Тогда мы завершали цикл Вот Сейчас можно завершить и сезон Вон там, кстати Мужчина Это и делает Прямо сейчас Я вижу даже с большим удовольствием К сожалению Никаких плавательных принадлежностей Я не взял Поэтому Шокирующих кадров Вы не дождетесь Но В принципе В принципе У нас еще столько времени Погуляли по бездне Посмотрели немножечко на Джанхот Самое время Отправляться Обратно В Геленджик Потому что Потому что Хочется рассмотреть его Поближе Страшно красиво Геленджик Геленджик Это тот самый курорт В котором есть все Все для отдыха Есть все для Даже жизни Единственное Чего здесь не хватает Это Барабанная дробь Работы Счастлив тот Кто работает фрилансером Ну а если А если вы работаете руками Или у вас технический профиль Что же вам делать тогда Не жить на курорте Нет Сейчас я вам расскажу Такую полезную информацию Которая подойдет тем людям Которые хотят Связать себя Или связаны Уже как там С процессом Производства И В принципе готовы Рассмотреть переезд на юг Смотрите В пригороде Майкопа Есть поселок Каменоморский В этом поселке Прекрасная природа И очень замечательная История История гласит Что в тех местах Издавна Добывалась Известковая руда И там до сих пор Есть залежи Этой самой руды Ее очень много Оно в 90-е годы Все это похерилось И лежит Огромными кучами Нашлись люди Которые решили Восстановить производство А значит Сохранить Не только Вернее Преумножить Не только Экономический баланс Но и Но и Дать Самое главное Это стабильно Надежную Работу Местным жителям Шутка ли 200 200 человек Нужно будет Набрать Для того Чтобы это Предприятие Стало функционировать И конечно же Местные жители Это те люди Которые В первую очередь Будет интересен Этот труд Потому что Возле их дома Ну как Возле дома Чтобы вы понимали Что это такое За производством Есть прекрасный Итальянский город В нем Очень много Достопримечательностей Туда устраивают Туры И самая Главная Фишка Которая Меня поразила В нем В этом самом Городе На расстоянии Полутора Километров От жилых домов Построен Ультрасовременный Завод По переработке Руды По обжигу Извести Карьеры Завод обжига Извести Имеет Две Ультрасовременные Печи Расположен он На 25 гектарах В непосредственной Близости К туристическому Городу Изерния 1,2 километра До ближайшего Дома В городской черте И 3,4 километра До центра Города Завод Окружен Садами И частными Домовладениями Располагающимися На расстоянии В 50 метрах От границы Производственного Комплекса А теперь главное Причем же здесь Италия Зачем ты это все Расскажешь Южане Дело в том Что под каминомостком Построят предприятие Современнее А значит лучше Экологичнее Потому что Современнее будет Опять же Стоять оборудование В общем По последнему Слову техники Будет Укомплектовано Это производство И так как Еще и не Используется Вода Никакая То загрязнения Практически На Почти на 100% Будут Исключены Вот Ну и Еще будет Добавлена Дорога Которая будет Ити от производства В обход Всех населенных Пунктов С прямиком на трассу И поэтому Мимо Жилых домов Грузовики Грузовики Ездить Не будут Гордость Берет Меня Охватывает Вы понимаете Все же хотят Жить в красивых местах Когда вот такая вот Прекрасная панорама Когда Очень яркий Осенний лес Когда все это Будет сохранено И люди получат Работу Не это ли здорово Не от этого Ли Должна возникать Гордость у нас С вами Да конечно же От этого Я очень Очень рад Что у нас В нашем регионе Происходит Увеличение Промышленных Мощностей Что это все Идет во благо Нашей страны На секундочку Потому что Как бы Все же Это В стройку идет А это Второй завод Второй завод В России Вот Ну и конечно Увеличение Бюджета Региона Что очень Немаловажно В общем Одни плюсы Возвращаемся Геленджик Вы знаете Здесь Очень Очень Насыщенный Воздух Насыщенный Вот этими Всякими Фиттоцитами От хвои И мы Находимся Сейчас В новом Микрорайоне Южный Это геленджик Это его Скажем так Окраина Буквально Ворота Ворота Потому что Оттуда заезжаете С Краснодара По трассе Раз съезжают И попадают Вот в такую красоту Сквер Южный Это как бы Его новая часть Фишечка Я думаю Что ему Года 2-3 От силы Здесь есть Вот такая Детская площадка И множество Множество Жилых комплексов К чему это я? Да к тому Что Конечно же Хочется Сейчас Поговорить Про Варианты Проживания В геленджике В межсезонье Не в отеле Не в гостевом доме А если приехать И снять допустим Двушку Посуточно Я прикинул Я прикинул Что с 29 декабря По 4 января Взять такой большой кусок Новогодних каникул Здесь стоимость Двушки 60 квадратов В современном доме Полностью вся укомплектованная Это будет квартира На 8 человек Комфортно Для проживания 8 человек В общем Эта двушка Будет стоить 6500 рублей За сутки Дорого это или Ну во первых Давайте прикинем Что если вы допустим Восьмером Разместитесь В отеле Вам нужно будет Как минимум Как минимум 3 хотя бы номера Если вы Все 8 4 разные пары Соответственно Вам нужно 4 номера Ну соответственно Даже самые Самые дешевые Отели Гостевой дом Здесь не подходит Никак Не сможет Конкурировать А пожить С видом На горы Ну или на море Кому как повезет Здесь это Возможно Знаете Я в 1984 году Приехал сюда И остался Я по направлению После института И остался С 1984 года В этом году У вас юбилей 40 лет Как вы здесь И 70 лет мне Во-первых Поздравляем вас Спасибо Это проект Южанин Меня зовут Сергей Геленджик Сейчас Насколько он Все-таки Сейчас Комфортный Для жизни Мне кажется Что он дорогой Насколько комфортный Ну Сейчас С водой Легче стало Вот Потому что Последние Ну как последние Лет 5 точно Были прям проблемы В этом году Я не слышал Но Дело в том Что я вот здесь Вот живу И у нас Стоит накопительная Емкость А Именно в вашем ЖК Ну В нашем доме Там Все дома Практически Там разные Управляющие И Емкость Накопительная Поэтому Я не помню Чтобы воды Не было Вы говорите В этом году В этом году В прошлом году Было Там Слышу я Там По каким-то районам Там Были проблемы Но у нас еще Водовод Вот Туда В Девноморском А есть Через Новороссийск Идет Там Вроде бы Там проблемы Ну Не могу точно сказать Вы упомянули Что Геленджик Стал дорогим Для вас Как для местного Жителя Что в первую очередь Поднялось В цене Ну Мне Понимаете У меня Как бы Крыша над головой Есть Одежда У меня есть Я Мониторю Продукты Да Продукты Дорожают Вот бензин Вот Я хожу здесь Каждый день Утром Там Где-то 6.30 4 километра Делаю И После обеда Ну Вот Где-то 16.00 4 километра Делаю И вот Заправка Лукойл И вот Я Просто Там Вот Это Табло Ценник На Дистопливо Значит 15.00 Сентября Я Почему-то Запомнил 14.00 Сентября Было 64.36 Сегодня Утром Щелкнуло Значит 65.00 Рублей Ну Вот Каждую Неделю Поднимается Цена Ну Я По дистопливу Потому что Самая верхняя Легко Как бы Видеть И Зато Не знаю Как там Почему Вы Выбрали Этот район Вы Как Практически Корено Житель Вот А Сам Купил Вот Здесь Ну Во-первых Удобный район Когда я Сейчас Я Инвалид По зрению А когда я Ездил на Автомобиле Здесь Очень легко Выехать Очень легко Заехать Сюда Потом Инфраструктура Тут Собственно Ну Кроме Таких Центральных Там Каких Небудь Я не знаю Главпочтам Или Там Чего-то Нет Но Все Что Нужно Для Жизни Все Пятерочка Вот Одна Вторая Перекресток Ну Что 50 метров Понимаете Очень Для пенсионера Хорошо Пенсионерам Да и Молодым Тут Классно Современная ЖК Красивый Вид Правда За последние Годы Все Это Стало Как Уже Сказал Наш Герой Очень Многим Просто Недоступно У Меня Знакомая Жительница Геленджика Юлька Привет Когда-то Ну Дай бог Памяти Лет Наверное Девять Назад Они На этапе Котлована Вот в этом районе Взяли Себе Двушки Она взяла Родители взяли В общем С видом И туда На распашенке Это на море И туда Это на горы Взяли Вот Чтобы не соврать По-моему Она говорила Блин Что-то дорого Так взяли 2 800 Я говорю Ого Вы могли бы В Краснодаре 2 взять Она говорит Ну что делать Вот Такие цены У нас А сейчас А сейчас Эта квартира Тогда Чтобы вы понимали Это был Где-то примерно 55 за квадрат Сейчас Порядка 350 за квадрат Вот Такие вот цены Сейчас В Геленджике Ну и По заказу Специально Для наших Телезрителей Вашему вниманию Бара Ну пока В ее Не совсем Зимнем Исполнении Но Признаться Честно Похолодало Я так Когда мы записывали Интервью С нашим предыдущим героем И прямо Чувствовалось Знаете Такое холодное Дыхание А ведь Буквально Недавно Вот Было Жарко Ну может Потому что Мы еще Находились В прекрасном Джанхоте В общем Утепляемся И отправляемся Вновь На набережную А на набережной Они Корабли Стоят Ждут Своего часа Отправиться В недалекий Поход По окрестным Бухтам И он стоит Ждет Чего-то Чего Сейчас узнаем Доброго здоровья Сергей Михаил От телевидения Да Какое Телевидение Геленджик Меня уже снимало Тут На воинской славе Самого лучшего танцора И это Около аренды Это Арена Геленджик Ого А что за танцы Там день города Было Всякие Прям серьезно Хорошо Двигаешься Двигаюсь Хорошо Ну вот Если вот По десятибальной Системе У меня Это Рок включен Радио Рекордно Так Я могу Одеть И показать Только Вот Давайте Помню Как ты Подошел Как Поскрипывал Паркет Как Поставил На мой Стол Чайных Роз Большой Паркет Я Я Решила Бескакарь Бескакарь Или Вор Авторитет Оказалась Просто Тварь Брал На понт Души Миш Миш Ну огонь Огонь Честно Огонь Вообще Где учился Самоучка Какая команда Крю Нет Там я Это Блокер У меня подписчиков В тиктоке полно Серьезно 4096 подписчиков Как найти в тиктоке Ну вот Michael Jackson Собачка.ru MichaelJackson77 Друзья Подписываемся Не забываем Михаила Ну на самом деле Это круто Конечно Меня весь сезон Снимали Туристы Ёлки-палки В Архипаосевке Я зажигал А мы Как бы Не доехали До тебя До твоих выступлений Ну я надеюсь Что в следующем году Увидимся У меня эти блокеры снимали Это Архипаосевке Там блокеры Есть Блокеры меня снимали Ну понятно Геленджик Крутой город Конечно Я сам с Нижнего Новгорода Четыре года уже живу В Геленджике На работу строился Нормально платят Тут 30 тысяч платят Нормально так Грузоавтосервис работаю Из-за того Что здесь женщины красивые Краснодарский край Вот и Решил остаться Сначала рекорд Диннесса покорил 365 дней Отдохнул Отдыхом А потом уже Остался Вот это я понимаю Отдохнул 365 дней Где же ты отдыхал Так Здесь в Геленджике Эх Богата Южная земля Талантами В каждом городе Нам встречались они В Ростове Был нереально Крутой фокусник Из ночной подворотни И Серега Сазаном Был так же А в Геленджике Майкл Джексон Рекордсмен Гиннеса Если хотите узнать Больше про места И людей Подпишитесь На Южанина Юля Вот машет Алексей нам Мы спорим Мы спорим просто вместе с Юлией На Медузу Солидную Красивую Вот Как и сам город Геленджик Вы отдыхаете? Ну уже живу здесь О! Счастливый человек То есть вы сначала Посмотрели на него Примерились Ваш город Не ваш город И потом Решили Все Остаюсь Что повлияло На ваш выбор? В чем Чем он так хорош? Ну у меня маленький Ребенок И соответственно Для того Чтобы растить Маленького ребенка Здесь все необходимое Климат Небольшое расстояние Ну и с московскими Зарплатами Весьма приятно жить А вот Вы сейчас упомянули Город-то небольшой Да Курортный А с маленьким Ребенком Не скучно Как здесь Медицина Как здесь С образованием? В зачатке Развиваются Ну в принципе Я так понимаю Раз вы сделали выбор Все-таки плюсов Здесь стало больше Не, ну конечно Город же развивается Это очевидно Он становится не хуже Чем большие города Сейчас за последние Четыре года Никому Не секрет Что сюда Мигрировало очень много Питер, Москва Бизнес тоже пришел сюда Поэтому мы все живем В этом ритме Ну я думаю Что вот после Москвы Здесь все-таки отдыхаешь После любого мегаполиса Мне кажется Здесь отдыхаешь Здесь отдыхаешь Но опять же Это же индивидуальная история Кому-то надо быть Ближе к природе Кому-то больше Урбан нужен Тут нельзя сказать Что хорошо Что плохо Зимой здесь Конечно скучновато Но вы знаете На самом деле С одной стороны Скучновато А с другой стороны Летом тут так весело Что хочется уже От этого веселья И отдохнуть Я просто думаю Что вам как местной жительнице Вот чуть-чуть Все-таки надоедает Когда вот Толпы народу Есть секрет О Записываем Не надо просто тусить В центре Зима Вся зима Будет проходить в центре Тогда это красиво Здорово Когда приезжают туристы Надо уезжать На толстый На тонкий мыс Мы живем Например В той стороне У нас там намного тише Вот так вот Вот только за это Нужно Что сделать Подписаться Вот А то вы знаете С этими всякими Замедлениями Всяких разных Видеохостингов Запретов Всяких социальных сетей В общем Не потеряйтесь С южанином Оставайтесь Если говорить Про какие-то лайфхаки А где покупаю Там не знаю Еду местную Вы уже сразу узнали Или вам в принципе Как бы Ну В магазине Удома Такая же цена Не ну Я приезжала Когда сюда Как турист Я смело Все попробовала И конечно же На собственном опыте Здесь все знаю Где как кушать И легко Всем рекомендую Давайте Можно ли здесь Ну Поесть На общепит Не знаю Столовая Кафе Ресторан Но не супер дорого И главное Без какого-то негатива Для желудка Можно прям говорить Бренд Ничего страшного Ну я сразу говорю Я там прям по столовкам Не хожу Ну кафе Ресторан Ну давайте Сейчас вспоминать Начнем с Савоберега Я всегда завтракаю В Кричале 93 Там всегда вкусно Качественно И очень хорошо Вот уже 3 года Мы там завтракаем По субботам Это наша история Да где-то 1200-1,5 Наверное На человека завтрак Нет На человека Наверное Чуть поменьше Ну чуть поменьше Ну в зависимости От того Что там можно И с крабом заказать Ну конечно Да Там можно себе позволить Ну там Вот как раз Соотношение Цена-качество Всегда стабильно Очень клиент-ориентирован Что-то не так Хозяин всегда подойдет Потом что у нас Вот тут пооткрывались Очень много их тут Мне кажется Мориковские Да Ну это попса Но это попса Хорошего качества А вот прям местный Знаете Такой вот прям Я рекомендую Шашлыка шота Вот смотрите Есть ресторан Геленджик Он недалеко здесь Находится где-то На фонтане Да Ребята Это из сети котов Открыли его Где-то года 2 назад И у них прикольная Концепция Локальной кухни То есть я когда сюда приехал Думала Господи Что из этого Можно отжать С точки зрения еды Вам я хочу сказать Что вообще очень вкусно Они круто придумали И кстати Попробуйте Сезонную местную рыбу Каждый раз по сезону Классная офигенная рыба Она не бюджетная Но это действительно Очень вкусно Ну где-то рублей Наверное барабулька Рублей 400-500 за 100 грамм Не барабульки счастье Так Калкан Калкан Но калкан Это такая Более известная вещь Есть такие названия Которые я вам честно Даже говорить не буду Я каждый раз говорю Ребят, что сегодня Новый, свежий улов Какой-нибудь Такой-то и такой-то Но это как раз Бюджет 3-4 тысячи Не дешево На человека На человека Рыба Ну а это знаете Это прям свежевыловленная По вкусу Дорада Или Сибас Еще очень прикольная история Как вы рассказали Еще раз Можно бренд Как он называется Этот Причал 93 И вот Геленджик Ресторан Геленджик Они в центре находятся У них Ну может Вот эти прям Они У них концепция Очень интересная Обалденная Потом Ну вот То, что бы Я бы точно посоветовала Из интересного Посмотреть Это Шато Там здорово И отдохнуть И вкусно покушать Гольф, конечно Клуб Однозначно В Роне Остер Пожалуй Завтраки неплохие Но с причалом Будет дороже И порция будет Немножечко поменьше Например А, ну вот Например Весь наш пятак На акватории Весь хороший Там, кстати Если вы любите Жареные хинкали Или вареные хинкали Там вот у нас есть ресторан Вообще Не пожалеете Обалденная Джимми Чу Там И просто ресторан Очень хороший Вы пока говорили Он уплыл Где купаются местные В центре Летом Конечно же Никто не купается Только самоубийцы Я лично Вот живу На том мысу И мы ходим На пляж Метрополь Там как раз Заходит вода С бухты И мы не выпендриваемся Мы никуда не ездим Потому что кто-то там ездит Там Динаморск Еще куда-то На открытое море Там заходит вода Там вода чистая Мы ни разу не отравились А это На курортах Нашей любимой страны Вот прям очень важно Пожалуйста Берегите себя И слушайте наши советы И финальный вопрос Ну хорошо Летом понятно А в межсезонье Кто-нибудь купается Когда вы закончили Купальный сезон Тоже зависит От времени года В этом году Этот и прошлый год Был очень теплый Ну наверное в октябре Я думаю Я думаю вы только что Тоже Нет Ну это Товарищи спортсмены Мы не из этого разряда Не вам поверны Я тоже Если честно Вот вроде бы Как бы и тепло Но Но я бы и не риснул Спасибо вам большое Это Южанин Смотрите себя По всех социальных сетях Холодец Холодец Почем продаете Здрасте Меня зовут Сергей Вас как зовут? Я тоже Сергей О тезки А по отчеству вас как? Анатольевич Спасибо большое Спасибо Всего доброго Сергей Анатольевич Ну Как водичка Как парное молоко В холодильнике Оооо Наша Наша Вот А если говорить про Когда же вы все-таки Закончите уже купание А я все время купаюсь Серьезно? А я приехал из этого Из Новокузнецка Юг Западной Сибири Я думаю Что у вас Даже когда вот Борода спускается И минус На Это Мне 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 Нежно Занырнуть И Потом Самое главное В этой ситуации Не надо думать Что ты заболеешь А как только подумал Что сопли вылетели Обязательно Сколько же вам лет? 83 83 83 года? Да Вы выглядите на 60 А я дома барахла не держу Вот И жена у меня 82 года Мы вот 60 лет прожили вместе Ой Дай бог вам здоровья И пусть у вас все будет хорошо В вашей семье Скажите пожалуйста Следующее Люди Которые приедут сюда Зимой Когда они Как выбрать Вернее Знаете там Погоду Чтобы вот приехать И не попасть на бороду Ну Зимой Кто Кто приедет Они не пойдут Купаться Нет Нет Я бы думал Чтобы погулять По улице Господи Я Не надо думать Надо вышел Гулять Все Вот честно Я темный человек Да вы Вы светлый человек Самый светлый Спасибо вам большое Знаете Я 55 лет Отработал преподавателем А какого Какой профиль Да Техническая механика Это Теоретическая механика Сопромат Детали машины Друзья мои Я не знаю В чем заключается Секрет вашей молодости А кто его знает Я Ну так Вот родился в Мариуполе В 41 году Завод начали эвакуировать Да Три сестры Моя мама Тетя Леля И тетя Лена Они Заводом Эвакуируют Мы приехали В Новокузнецк Тогда Сталинский Она Меня на руках Держит 10 Ноября Снег Чемодан Питала В дом Где Эвакуированные Все И с тех пор Год исполнился Похоронку Пришла От отца Мать Жила Поздравила А он Замкомандира Подводного От похоронки Пришли вещи Мать Подала Все вещи Корову Купила И я Помню Смутно Но помню Тогда Года Три уже Было Корову Мать Пришла Корову Подает Доет А я На Ограду Беру Банку Из-под Американской Тушенки Принес Как сказать Ну здоровый образ жизни Наверное А так Вы не курите Не пьете Ничего Кто не курит И не пьет Тот здоровенький Помрет То есть В принципе Здоровый образ Вернее как Продолжительность жизни Зависит от Вашей любви К этой самой жизни И к этому миру И к окружающим Я не знаю Я Но жену Того 60 лет Свадьбы Ну все Даже больше 61 О Вот Вот Пожалуйста Вот он Как кажется Главный Секрет Ну ладно Она за мной смотрит Помогает Я иногда Я ей Не смеюсь Конечно Двое детей Было Сын погиб А дочка Здесь работает Сейчас Приехала Ну удачи вам Процветания Всего самого хорошего Не болейте Всех благ вам До свидания Сереги они Все сереги Золотые слова Есть место В Геленджике В котором мы Ни разу не были Это Геленджикский Историко-краевический Музей Эх А говорят Он хорош Вот И экспонатов Много И про историю Рассказывает Но Как-то мы все Мимо да мимо Может быть В следующем году Вам настоятельно Тоже рекомендую Знаете Не только пляжами И соснами Богаты Город-курорт Но еще и Свои истории Изучайте ее Тем более Что времени Для этого Особенно в межсезонье Предостаточно Скажите доктор Вам тоже кажется Что в этом году Как-то необычно Много пальм Появилось в Геленджике Тоже да Мне кажется Таким темпом Скоро И к Субтропикам Передвинем его Засадим пальмами Всю территорию Ну и Почему нет Если Приживется Диковинное растение Вот Пусть радует Вместе с Пицунской сосной Кстати Памятник этот Мне кажется Появился Совсем недавно Пишите Ваш любимый Памятник Ну или может быть Место В Геленджике Давайте пообщаемся Давайте пообмениваемся Информацией Друзья Я пожалуй Пойду Ну что друзья Настало время Бросить якорь И В очередной раз Зафиналить Выпуск Про Красивый Геленджик Красивый Возможно Холодный Не такой Многолюдный Не такой прям Яркий Развлекательный Как летом Но зато Но зато Такой спокойный Такой же Классный В плане Отдыха И Чистый А еще Он Он влюбляет В тебя Вот ты ходишь Гуляешь Ты наслаждаешься Вот Этим каким-то Комфортным Ощущением Близости С Черным морем Ты смотришь Что вокруг Много красивых Людей Современных Заведений Что Город Развивается Что С каждым Твоим Приездом А приезжаем Мы сюда Практически Два раза В год Он становится Лучше Лучше И лучше И Как я уже Говорил В этом выпуске Берет Гордость Что у нас Есть такие Замечательные Города Курорты Мы недавно Были в Ялте Вот такой Город Не мы Были Феодосии Замечательный Город Мы в Анапе Постоянно Бываем И в Сочи И даже Ключ Не морской Тоже Влюбляет Себя А что Вы же говорите В Кисловодске В общем Смотрите Южанину Смотрите Чтобы не пропустить Новые обзоры Новых Классных Мест Нашего Прекрасной Страны А мы Уж Покатаемся Мы то Вам покажем Всю красоту И Всю Любовь Нашей Родины Все Это Южанин Подписываемся Комментируем Ставим Лайки И Обязательно Будьте с нами Во всех Социальных сетях Ну а пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok